Продолжение следует... 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 Я имею не только представление о прим, но вместе с тем я его отношу к ощущению «а», отождествляя его с ним или сознаю, что то, что я вижу сейчас, я видел прежде. Вот эта черта, это убеждение, что настоящее ощущение было испытываемое мной прежде, что теперешнее представление воспроизводит предмет, который когда-то был, наблюдая мною, и составляет то, что называется воспоминанием. Причем, если бы мы тысячу раз имели ощущение или представление о прим, но каждый раз не относили его к прежним таким же состояниям, то мы не имели бы того, что в строгом смысле называется памятью. Если металлическая доска продолжает некоторое время звучать после удара, то каждая вибрация, следующая за другой, не чувствуется самой доской, как повторение предыдущей вибрации. Это чувствуем мы, которые слышим продолжающийся звук или видим повторяющиеся колебания частиц металла, но это чувство есть с лечением настоящего впечатления с непосредственно предшествовавшим. И есть память в психологическом смысле. Называть явление повторяющихся сотрясений материальных частиц непосредственной памяти случившегося, значит приписывать веществу факт психической жизни, которого она не имеет и, насколько мы знаем, не может иметь. Приписать память вибрациям колокола или доски можно лишь в смысле аллегорическом, в таком же точном смысле, в каком ожелезе можно сказать, что оно притягивается к магниту, следствием страстного желания соединиться с ним. Те колебательные движения, которые по новейшим исследованиям составляют нервный процесс, в существе дело такие же механические движения, как и вибрации звучащей доски. И как мы не имеем права сказать, чтобы доска сознавала колебания своих частиц, как звук, и помнила, что каждое колебание есть повторение предыдущего. Так мы не имеем права говорить о памяти мышц или нервных волокон. Не можем сказать, что мозговое вещество сознает свои сотрясения, как свет или звук, и припоминает то, что оно имело когда-то эти сотрясения. Ковалевский, конечно, скажет, что физиология не берется объяснить сознание, но мы спросим, что же она объясняет? Механизм мозга? Эти объяснения принадлежат ей по праву, но механический процесс в мозгу не составляет памяти, как он не составляет и ощущения. Память, как и ощущение, предполагает сознание. Если физиология отказывается объяснить сознание, то она отказывается, значит, объяснить психические факты ощущения и памяти. Но каким образом можно сказать, как утверждает Ковалевский, что из основного свойства нервной клетки, именно из способности нервной клетки сохранять следы прежних впечатлений, и при известных условиях снова приходить в такое же состояние, снова иметь такие же движения, физиология в состоянии вывести все сложные психические процессы, вывести простейшего психического явления, самого слабого светового впечатления, самого легкого чувства неловкости положения и тому подобное, из движения и перемещения молекул мозга с физиологией не в силах. Каким же образом она может вывести из своего, из свойств материи, такие, например, факты, как отождествление настоящее впечатление с прежним, процессы мышления, обобщение и заключение, деятельность творческой фантазии, или чувство эстетическое, моральное, религиозное, непостижимо? Психолог, близко знакомый со всеми новейшими исследованиями физиологии относительно физиологической стороны душевной жизни, должен согласиться, что связь между душевными явлениями и физиологическими процессами гораздо теснее, глубже, многостороннее, чем признавалось это прежде. Прежде признавали возможным так называемое «чистое мышление», то есть умственную деятельность помимо работы мозга, независимо от затраты молекулярных сил, сосредоточенных в этом органе. Прежде не знали всех тонких, чрезвычайно сложных приспособлений органов чувств. Отсюда ощущение считалось самым простым психическим явлением, тогда как на самом деле оно оказывается весьма сложным процессом. Задолго до открытия мозговых клеток и соединяющих их волокон, были известны законы ассоциации, но физиологические исследования не только подтвердили результаты психологического анализа, но во многих отношениях дополнили и исправили его. И прежде были известны многие факты влияния умственной и эмоциональной жизни на органические процессы. Новейшие исследования физиологии в этой области не только указали множество новых фактов этого влияния, но привели к более научному объяснению всех этих фактов. Кто станет отвергать заслуги физиологов и громадное значение физиологических методов изучения психических явлений? Но разве одно и то же изучать зависимость психической жизни от молекулярных движений в нервных тканях и утверждать, что душевные процессы материальны? В физиологии есть положительная наука, она принимает факты, как они даются нам на опыте, и старается свести их к общим однообразиям и законам. В настоящем случае она имеет два ряда явлений, из которых одни происходят в нервной системе и подлежат наблюдению внешними чувствами и экспериментации. Другие феномены, сопутствующие этим, открываются лишь в сознании. Они не имеют механических, химических и других свойств вещества. Об них нельзя сказать, чтобы они имели тяжесть, плотность, чтобы они состояли из частиц, двигались или вибрировали известным образом. Их нельзя рассматривать в микроскоп, разлагать химически и т.п. Задача физиологии установить связь между явлениями того и другого рода. И чем дальше, и чем глубже будет проведена эта связь, тем больше мы будем знать психическую жизнь со стороны ее физиологических условий. Физиолог говорит, Дюба Реймонд, не обольщаясь ни мифами, ни догмами, ни гордыми философами, философемами, составляет путем индукции свое собственное мнение об отношении между телом и духом. С тысячи случаев он видит, как материальные условия влияют на психическую жизнь. Он видит, как человеческий дух как бы растет вместе с мозгом и усвояет даже существенные формы своего мышления лишь через посредство внешних восприятий. Он видит, что во сне и в сновидениях, в обмороке и в опьянении, в наркозисе, в горячечном бреду и истощении от голода, в мании, эпилепсии, идиотизме, микроцефалии и других бесчисленных болезненных состояниях Душа находится в зависимости от продолжающегося или скоро приходящего состояния органов. Все это законное поле исследования физиологии. Но как скоро физиолог начинает утверждать, что психические процессы материальны, что свойства, приписывая психологами душе, суть свойства материи, он перестает уже быть физиологом, а становится метафизиком. Материализм есть метафизическая доктрина, которая предлагается как цельное мировоззрение. Взамен прежнего, которое признается несостоятельным. Метафизическое учение материализма отличается таким же догматизмом, как и другие метафизические доктрины. Материализм также догматически отрицает существование чего бы то ни было, кроме материи и силы. Как старая метафизика догматически утверждала существование того, что недоступно наблюдению и опыту. Материализм принимает без всякой критики абсолютную реальность вещества, атомов и их движения разных форм и величин, из которых он думает объяснить ощущения, представления и все процессы мышления. Он не обращает внимания на происхождение тех понятий, которые постоянно употребляются в науке. Он забывает, что атом есть абстракция, возникшая из ощущений, группа поблегших и утративших многие частности ощущений предметов, протяженных и сопротивляющихся. Говоря о силах, обнаруживающихся в веществе, материализм опускает из виду, что это понятие предполагает чувство сопротивления. Говоря о движении атомов, о их вибрациях, он забывает, что в понятие движения входит уже значительное число психических фактов, что колебания вещества сначала наблюдаются посредством осязания или зрения, а затем переносятся на атомы, игнорируя таким образом, что понятие атомов сил волнообразного движения включает уже в себя психические процессы ощущения, сравнение одних ощущений с другими, процессы отвлечения, обобщения и тому подобное. Материалист думает объяснить всю психическую жизнь посредством атомов и их движения, тогда как на самом деле ощущения и другие психические факты могут объяснить происхождение понятия атомов и их движения, но не наоборот. Ощущения и факты нашей умственной жизни не могут быть объяснены посредством атомов и ее движений. Эти рассуждения могут показаться слишком метафизическими, слишком утонченными. А на самом деле эта критика понятий не только не относится к метафизике или антологии, но доказала невозможность всякой метафизики, в смысле науки, в том, что существует отдельно от ощущений и опыта. Материализм признает относительно знания лишь в своих собственных целях, когда ему нужно устранить некоторые неудобные для него вопросы, но он опускает из виду эту относительность, когда он смешивает дух и вещество, психическую жизнь с физиологическими процессами нервной системы. Можно говорить что угодно, но как научную истину следует высказывать лишь то, что может быть доказано. Но мнение о материальности психической жизни не только недоказано, а просто немыслимо, заключает в себе противоречие. Утверждать, что психические явления материальны, то же самое, что говорить о квадратном круге или округлом квадрате, можно допускать зависимость душевных явлений от физиологических процессов и в то же время отстаивать различный характер как самих явлений, так и тех законов, которым они следуют. Вообще в видах методологической строгости исследования физиологических условий тех или других психических процессов следует постоянно иметь в виду обе стороны и физиологическую, и психологическую. Исключительное внимание к одним только фактам нервной механике с целью открытия таким путем законов психических явлений грешит против требований здравого метода. Вести таким образом исследование значило бы выходить из предзанятого убеждения, что законы духа и вещества одни и те же. Результат будет тот, которому действительно и пришел Ковалевский. Именно полное смешение психических явлений с их физиологическими условиями. Если бы наш посченный физиолог имел в виду, что воспоминания с психической стороны есть узнавание прежних впечатлений, он не сказал бы, что память есть общее свойство материи. Он сделал бы тогда весьма важную поправку. Именно он сказал бы, что способность нервного вещества к повторению при некоторых условиях прежних вибраций представляют условия для психического акта воспоминания. Опускать из виду психологические процессы неудобно в том же еще отношении, что исследователь может легко принять описание только некоторых частей нервного механизма или их функций за полное объяснение психических явлений, отличающихся большой сложностью. Так, например, течение наших мыслей определяется не только законами ассоциации, возможность для которых дана органическими соединениями мозговых клеток. Мы можем произвольно останавливать внимание на одном каком-нибудь представлении, которое вызовет затем другие представления по закону ассоциации. Но с данным представлением ассоциировано не одно, а множество других представлений. Порядок, в котором они будут следовать, будут определяться тем интересам, которые в данный момент мы имеем в представлениях известного рода, или теми чувствами удовольствия и страдания, которые связаны с нами. Голодный вспомнит кусок мяса. Это представление вызовет другую идею, которая также отвечает его интересу. Все течение идей будет следовать, может быть, с некоторыми перерывами в этом направлении определяемым чувством голода. В своем физиологическом объяснении воспроизведения идей Ковалевский упустил из виду это важное значение чувств, удовольствия и страдания, которыми направляется течение идей. Он говорит, что воспроизведение следует нервной и радиации роковым образом, что ощущение или представление вызывает другое в силу установившихся посредством упражнения органических сообщений между клетками. Таким образом, нервного механизма с его цепями, закрепляемыми упражнением, придано большее значение, чем он имеет на самом деле. Течение идей оказывается роковым. Предполагается, что каждое представление связано необходимым образом с каким-нибудь одним представлением. Так что за наступлением первого неминуемо должно наступить и последнее, тогда как на самом деле такой роковой связи между представлениями большей части не существует. То есть они далеко не составляют общего закона нашей психической жизни. Психология учит не о роковой связи между идеями, а тенденция одной идеи вызывает другие и не одну, а несколько идей. В силу повторения эта тенденция может делаться в одну сторону сильнее, чем в другую, но не всегда принимает роковой характер. Представление мяса не всегда вызывает представление другого блюда, но может напомнить корову, луга и тому подобное. Или деньги, которые за него заплачены и тому подобное. Смотря по характеру лица и его настроения в данную минуту. Если бы теория Ковалевского о роковом распространении и радиации по установившимся уже путям была справедлива, то человек был бы действительно похож на автомата, каким автор силится представить его с исключительной точки зрения нервного механизма, притом не совсем верно понятого в данном случае. А эта ошибка хорошо указывает нам, что физиологу не мешает знакомиться с психологическим анализом, о котором Ковалевский говорит с таким презрением. Тоже стремление как можно крепче заковать психическую жизнь с цепями нервного механизма мы наблюдаем и в теории произвольных движений. Ковалевский называет их рефлексами, отличающимися от обыкновенных, большей сложностью. Это определение не указывает разницы между движениями инстинктивными и произвольными. Впрочем, опытная психология может принять все открытия физиологии относительно рефлективных движений и их преобразования в движения произвольные. Настолько мы можем согласиться с Ковалевским, не поднимая метафизического вопроса о свободе воли. Но мы не можем согласиться с тем его положением, что произвольное движение составляет лишь частный случай и ассоциацией чувственных впечатлений. Кроме впечатлений и их воспроизведений, вызывающих одно-другое по законам ассоциации, в произвольной деятельности важную роль играют чувства удовольствия и страдания, и духовное волнение. Они-то, собственно, и служат пружинами произвольных действий. Они обыкновенно поддерживают нашу активность и дают ей направление, не принимая в расчет этого эмоционального характера представлений или образов. Невозможно дать научное объяснение произвольным действиям. Это обстоятельство отнимает у этих действий тот роковой характер, который имеет чистые рефлексы, и который мы должны были бы приписать им, если была бы справедлива механическая теория воспроизведения идей, изложенная Ковалевским. Кроме того, произвольные движения включают многое других психологических фактов, которые легко пропустить, если рассматривать их с одной физиологической точки зрения. Например, движение, следовавшее первоначально за каким-нибудь воспроизведением, может следовать за другим, которое связано с первым по закону ассоциации, причем последнее опускается, то есть перестает возникать в сознании. Опять, кроме представлений и чувств удовольствия или страдания, в более сложные формы произвольной активности входит желание, колебания, обдумывание и конфликт мотивов. Является в высшей степени важный вопрос об образовании характера, а также насколько ему состояние изменить свой характер. Специального изучения требуют вопросы, касающиеся нравственной жизни и тому подобное. Конечно, Ковалевский не имел в своей задаче полного изложения физиологической теории воли и произвольных движений. Но, во всяком случае, кроме законов нервной механики, кроме простых и сложных рефлексов, эта теория предполагает много и других фактов, открываемых самонаблюдением и психологическим анализом. Весьма вероятно, что феномены желания, обдумывания или колебания и решимости поступить известным образом имеют физиологическую сторону, предполагают некоторые взаимно подкрепляющие или противодействующие движения в нервной системе. Во всяком случае, непосредственно они известны нам через сознание и поэтому могут быть предметом наблюдения и психологического объяснения. Физиология, думающая обойтись без психологических исследований, может просмотреть многие из этих психических фактов и во всяком случае представить их в другом виде, чем каковы они на самом деле. Физиология принимает за исследование физиологической стороны психической деятельности или должна принять результаты психологического анализа за исходы, свой пункт, или сделать его снова, но в последнем случае она превратилась бы в психологию. Это замечание относится ко всем отделам психической жизни. В силе психические процессы, для объяснения которых спиритуалисты обращались к гипотезе психической силы, объяснил Ковалевский с своей точки зрения. Мы думаем, что далеко не все. Он обратил внимание только на простейшие душевные явления ощущения, память и первое начало умственной и произвольной деятельности, зависимость которых от физиологических условий очевидна. Но он оставил без объяснения высшие психические акты, например, логические законы, всеобщие необходимые убеждения, деятельность творческой фантазии, чувство эстетическое, моральное и религиозное. Он ни слова не сказал в объяснении единства сознания, которое спиритуалисты всегда считали главным основанием принимать особое психическое начало. Но, как мы видели, и в простейших процессах душевной жизни, кроме возбуждения нервов и мозга, существует деятельность, необъяснимая из строения и функций нервной системы и предполагающая участие другого фактора, кроме материи и ее сил. Если бы мы не боялись слишком растянуть нашу критику, мы могли бы привести свидетельство замечательных физиологов нынешнего времени в подтверждение того, что посредством одних изменений в структуре нервов и мозга физиология не может объяснить даже ощущения. Как Ковалевский заметил в своей речи, в настоящее время дознано, что процесс нервного возбуждения есть не что иное, как особый характерный вид молекулярного движения. Весьма вероятно, что волнообразное движение органа зрения, вызываемое случайно быстрыми дрожаниями светового эфира, имеет иную форму, чем движение слухового нерва, возбуждаемое сравнительно медленными вибрациями воздуха. Но, во всяком случае, физиология не может объяснить, почему одни движения нервного вещества сознаются как свет, другие как звук и так далее. Она не может указать, почему вообще движения нервных молекул сопровождаются психологическим фактом сознания в форме ощущения или того или другого рода. Но не говоря уже об этой окончательной непостижимости, простой, по-видимому, факт ощущения внешнего предмета предполагает участие психической деятельности различной от нервного возбуждения. Это возбуждение происходит в нас самих, в наших органах. Почему же мы приписываем собственное состояние предметам внешнего мира? каким образом вибрация оптического нерва и оптических центров мозга, сознаваемая нами как свет особого качества, сознается как свойство предмета, существующего вне нас? Физиология, которая указывает органическую сторону ощущений света, звука, формы, протяжения и тому подобное, не может объяснить, каким образом все эти свойства соединяются нами в представлении одного предмета, существующего вне нас? Синтез чувственных качеств в одну группу, составляющей некоторое единство, не может быть объяснен без помощи психической деятельности, в существе дело различное от движений происходящих в нервах и мозге. Простое сравнение двух ощущений есть новый факт совершенно иного характера, чем вибрации нервных волокон и клеток. Простое воспроизведение прежнего впечатления включает в себя акт убеждения, что это впечатление мы имели прежде. Логический процесс отвлечения и обобщения непонятен без сравнения отдельных ощущений или целых их групп между собою, без усмотрения сходства и различия между ними. Произвольные движения, по крайней мере, в несколько развившейся форме предполагают представление цели этих движений и тех средств, которыми она может быть достигнута. Мы не говорим уже о высших проявлениях психической жизни, какую мы находим у человека на только на довольно уже высокой степени культуры. каким образом одним мерным механизмом его чисто физиологическими модификациями объяснить ту психическую деятельность, которая выражается в научных открытиях, созданиях искусства, фактах морали, права и тому подобное. Мы не хотим сказать, чтобы физиология положительной была бессильной оказать помощь психологии, а через нее и всем наукам о человеке, даже относительно этих высших фактов человеческой жизни. Психическая жизнь опирается на жизни органической, чисто духовной деятельности, без материального субстракта, невозможен для человека при настоящих условиях его существования. Поэтому все открытия физиологии относительно физиологических условий психической жизни будут иметь важное значение для наук о человеке, но не следует опускать из виду, что материализм и физиология не одно и то же. Физиологические исследования объясняют психическую жизнь, насколько они проливают свет на зависимость ее от органических процессов тела. Но дальше эта физиология не должна идти, если она желает сохранить свой естественно научный характер, если она хочет быть наукой исследующей явления, их отношения к другим явлениям и законы этих отношений. Но неужели отрицание своеобразного характера психической жизни можно назвать научным? неужели всякие попытки стушевать это различие посредством искажения фактов, натянутых объяснений, ничего не говорящих фраз, можно назвать строго научным объяснением фактов психической жизни? Нам могут говорить, что психическая деятельность материальна, что ощущение тоже, что и вибрации частей с материи, что логические процессы есть не больше как наложение или суммирование однородных вибраций. Такими выражениями можно озадачить, можно внушить ложную мысль, что наконец-то современной науке удалось постичь те тайны, над которыми бесполезно трудились философы. Дело по-видимому ясно. Вся психическая жизнь есть продукт материи, материальных сил, которыми производятся все явления вещественного мира, которыми строится животный организм и вызываются все жизненные его процессы. Зачем отделять психическую жизнь от других биологических явлений, придумывать для его объяснения разные антилехи, психические силы и тому подобное. но как скоро мы попробуем действительно сопоставить те два рода явлений, которые признаются однородными, как скоро мы решимся, решаемся в самом деле, а не на словах только понять, каким образом психическая деятельность производится мозгом, то мы вынуждены сознать свое бессилие и допустивши тесную зависимость душевных явлений от телесных условий, все-таки признать их явлениями особого нематериального характера. А один древний мыслитель говорил, что прежде, чем принять какое-нибудь предположение заистинное, нужно проследить его во всех его последствиях, нужно устранить все трудности, связанные с этим предположением, дать ответ на все возражения, какие могут быть против него высказаны. Но это еще не все. Следует допустить, что это предположение может быть и неверно, принять на время справедливость другой противоположной гипотезы и ее достоверность испытывать таким же точно образом. Только после всех этих сомнений и колебаний этой поверочной оценки можно принять одно предположение заистинное, а другое отвергнуть как ложное.